То, что делает Левада, потому что он человек широкого охвата, то есть именно он принадлежит к этому типу людей, ну скажем, возрожденческих, которые максимально широким фронтом захватывают. У него отношение к тому, что он проделал, оценил и нам пересказывает, насколько мы это можем воспринимать, он идет на разных уровнях и видно, что он как бы и в облаках полетал, и на поезде поездил, и под землей прорыл. И вот увидел это, понял направление, глубину, важность и значительность для существования нашего сейчас, завтра, через 25 лет, уже 100 лет. Это все видно, при том, что это маленькая вершиночка айсберга. Фисташковая пралинет, нежный крем, фисташка, комильфо. Знаю, что люблю. Здравствуйте, в эфире программа «Школа злословия» на канале НТВ, и мы ее ведущие Татьяна Толстая и Авдотья Смирнова. А у нас в гостях Юрий Александрович Левада. По-моему, совершенно не обязательно объяснять, кто такой Юрий Александрович Левада, потому что Левада центр, да, и вообще социология в России как-то... Все думают, что знают, что такое социология. Нет, никто не знает, что такое социология. Ну, все, наверное, Левада. Если Левада сказал, значит, это верные сведения, а если остальные, то еще бабушка на двое. Такое мнение в народе, а вы что скажете? Ну, с этим трудно иметь дело. Ну, стараемся. Я бы хотел спросить Вас про саму эту науку опрашивания и выяснение мнений. Объясните мне, почему, когда говорят, что вот было опрошено столько-то человек, это всегда какое-то некруглое, неприятное число. Это 1386. Это простой технический вопрос. У нас план обычно выражается в круглых цифрах. Нам нужно опросить 2400, или там 3000, или 2100, или 1600, или 1000. Но дело состоит в том, что иногда удается опросить не всех. Как будто нету, кто-то там уехал, то еще на всякий случай опрашиваем с некоторым запасом. Взамен людей, которых не было. А результат будет всегда некруглая цифра. Вот, и получается, допустим, 2386, или 1603, или и что-то еще в этом роде. Скажите, пожалуйста, Юрий Александрович, мы с Татьяной сталкивались с этим, когда работали на выборах. До этого я сталкивалась с этим в журналистике. Сейчас это пришло вообще и в кино, в медиа, и так далее. Работа с фокус-группами. Когда проводится тот или иной вопрос, задается фокус-группе, фокус-группа выдает этот результат. Результат этот, как правило, для любого креативного человека ужасен. То есть, когда людей спрашивают, просят выбрать, да, вот, чего они хотят, чего они не хотят, то так все время получается, что хотят они чего-то ужасного, а хорошего они не хотят. Но если потом, я не знаю, главный редактор журнала, лидер политической партии или, там, я не знаю, кинопродюсер, да, находит в себе смелость плевать на результат этой фокус-группы и все-таки настаивать на решении, там, нетрадиционном, нетривиальном, да, и делать по-своему, потом вдруг выясняется, что это у той же самой аудитории имеет огромный успех. Как это объяснить? Видите ли, фокус-группа – это особая часть работы, особый вид нашей работы, о которой я не говорил. Не опрашивается большое число людей для того, чтобы получить цифровые результаты, а ведется разговор с человеком, скажем, пятнадцатью. Нужно это для того, чтобы выяснить, как люди объясняют свои мнения, как они меняют их в зависимости от вопросов, чтобы посмотреть на внутреннюю кухню человека. Нет, Юрий Александрович, мы же пытаемся понять вполне себе там по-обывательски, не по-научному. Поэтому мы пытаемся понять, насколько результаты тех или иных социологических исследований, опросов, работы с фокус-группами, насколько они манипулятивны, а насколько они, так сказать, действительно представляют собой то, что принято называть общественным мнением. Да, потому что если это есть общественное мнение, конечно, не прислушиваться к нему нельзя. Да, если это есть так или иначе результат манипуляции, то тогда вполне можно не прислушиваться. Видите ли, так я бы тоже прямо не отвечал на ваш вопрос, да или нет. Общественное мнение всякое бывает. Люди бывают всякими, сами отдельно взятые. Бывают люди, ну, очень, грубо говоря, умные и глупые. Общественное мнение глупее, чем отдельный человек. Это давно известно и даже доказано. Глупее в том смысле, что примитивнее. И общественное мнение надо учитывать, но это не значит, что всегда с ним прямо считается, прямо слушается. Иначе можно упасть еще ниже, чем, например, мы сегодня стоим. Вот, вот давайте, вот мы как раз и хотели про это поговорить. Вот, ведь получается так, общественное мнение, да, вот, то есть оно как бы усредненнее, грубее, чем мнение отдельных людей. И это есть мнение большинства. В принципе, ну, так считается, да, что идеологию, стратегию для, там, общества, для страны и так далее должно вырабатывать меньшинство, да, там, интеллектуалы, я не знаю, ученые, там, как угодно. Но, тем не менее, это всегда меньшинство. Нам сейчас все время объясняют, что на самом деле политика вся ориентирована только на большинство. То есть все решения должны приниматься в интересах большинства. И большинство бывает не одно. Учитывать надо, что есть одно и что есть другое. Чаще всего, ну, есть такой арифметический, может быть, парадокс, или довольно часто мнение делится в пропорции, скажем, 60-30. Две трети, одна треть. Там остальные отмалчиваются. И это, предположим, 60 за, 30 против. Или наоборот. Как считать вопрос? И то, и другое имеет значение. Значение для того, чтобы представить себе, что это за большинство, что за меньшинство. Они могут меняться ролями. Кроме того, в реальной, ну, предположим, политической жизни, такое численное большинство имеет значение довольно редко, когда бывают всеобщие выборы и голосования. Тогда важно знать, сколько процентов будут за зелёных, сколько за жёлтых, сколько за серых и так далее. А в другой ситуации немножко иначе смотрят. Есть помоложе и постарше, есть пенсионеры, бизнесмены, есть ещё другие категории людей, и они по-разному всё ведут. Им разные вещи нужны. В конечном счёте в любой стране политику делает, идеологию делает какие-то меньшие части людей. И всё к лучшему и всё к худшему делается силами относительного меньшинства людей. Большинство может поддержать. его убедят, или ему будет не за кого больше держаться, или она просто привыкает к положению и руководство тем, как бы хуже не было, например. Это мы по своей шкуре знаем и потому, что на свете происходит. То есть тогда получается, что меньшинство манипулирует большинство, он выбирает для него ту или иную стратегию и так далее, объясняя это при этом тем, чтобы якобы большинство этого хочет. Слово «манипулирует» не всегда применимо. Ведь манипулирование – это когда механизмы или людей приводят в такое состояние, что их дёргают за рычаги или за ниточки. С людьми можно и так обращаться, но можно и иначе. Людей можно убеждать, людей можно соблазнять, без них можно грубо или тонко надувать. Всё можно, всё бывает. Конечно, в некоторой ситуации, когда те, которые у верёвочек, позволяют себе просто дёргать за них. Это тоже бывает, это мы тоже глазами видим. Не без вашей, извините, телевизионной помощи. Не то слово. Верёвочки идут через экран. Так как человек, приходя в дом, включает электричество и телевизор одновременно. Да. И чайник. Включённый телевизор можно рассматривать по-разному. Как фон событий, а можно рассматривать и как хозяина. Можно телевизор смотреть, на неё не очень верить. Доказано, что это зависит от культурного уровня человека, от его политического развития, от его других интересов. Тем меньше образование, тем проще человек воспринимает то, чем его кормят. Чем человек больше накормлен культурными продуктами, если так можно выразиться, тем с большей осторожностью он к этому относится. Вы пессимист вообще? Моя природа и профессия заставляют быть скептиком. А вот скажите, вы как скептик и как человек, давно работающий в этой области, вы могли бы назвать какие-то года, когда ваш скептицизм был поколеблен, в том смысле, что вам казалось, что вот всё лучше, лучше, лучше становится, вот есть надежды, вот смотрите уже и вот, вот смотрите. Или вы как учёные понимали, что это временный всплеск? Ну, все всплески всегда временные. Сплески не могут быть постоянными. Тут я ломаю вас, извините, мастерослава, ломаю на слове. Но всплески проходят, а осадок остаётся. Всё-таки остаётся, хотя, конечно, разочарование больше, чем очарование. Вы не отвечаете ни на один вопрос, ничего конкретного не говорите, а говорите и да, и нет, больше и меньше. Так, но в то же время и... Вы отвечаете так теоретически, что я не могу услышать в вашем ответе никакой опоры, оперившись на которую, я бы задала вам следующий вопрос. Удар получил, отвечаю. Сейчас мне в зубы. Может, хотел бы? Да не могу. Почему? Вы, извините, знаток человеческих душ. Вот, пожалуйста. Я не буду слово инженер повторять. Нехорошо будет. Да, инженером сейчас будет... Будет слишком злобно. Но знаток. И вы знаете, что человек – существо неоднозначное. Это у нас научила наша литература, а потом наша наука. И люди в мыши своей тоже неоднозначные. На самом деле, когда общественное мнение говорит «да, одобряем», а я посмотрю внимательнее, что за этим стоит, кто как, с какими оговорками, в каком сочетании говорит, я за любым «да» увижу такое. «Да, но». Если я вижу «нет», то за этим «нет» тоже ставить. «Нет», но с другой стороны. И это можно прочитать на действиях, на мнениях тысяч людей и отдельного человека тоже, простите меня. Скажите, пожалуйста, все-таки вот общественные настроения, в которых вы разбираетесь сейчас, чем они отличаются, например, от общественных настроений пятилетней давности? В 2000 году был период политического перелома, перехода от одного правления к другому, переход, который для многих казался обнадеживающим, для других – пугающим. Было неясно, с какой ситуацией мы имеем дело. Сейчас ситуация упростилась, ну, я бы сказал, пошлилась немножко. Потому что надежда существует на неухудшение, на то, что, может быть, дальше не будет хуже, чем сейчас. Люди понимают это по-разному. Кроме того, в 2000 году мы еще не вылезли из экономических катастроф, с которыми столкнулись в конце 90-х, и которые были очень тяжелым, таким непосредственно шкурным для человека испытанием. Шкурным, потому что действовал на каждого, на каждую живую душу, на его рубашку, его дом, его детей и так далее. Ситуация, благодаря заслугам или незаслуженным обстоятельствам, немножко меняется. Это тоже действует на людей, действует сильнее, чем телевизор, в смысле успокоения, убаюкивания. То есть сейчас общество спокойно и убаюкивает, более спокойно и более убаюкивает, чем в 2000 году? В невероятной степени. Ну как? Спокойно, довольно, сыто. Или Васяк Муши таким себя считает? Почему со стороны власти идет непрерывный, истошный гвалт, осторожно, опасность, враки, оранжевый, сейчас будет революция, давайте укрепляться, молодежь, закрывай нас, мы сейчас это, мы его замладим. То есть это тогда, почему такое идет? Зачем меня убаюкиваю? Все время кто-то дергает и в детской резвости колеблюет мой треножник. Дело в том, дело в том, что той власти, которая у нас сейчас сложилась, на самом деле это убаюкивание опасно. Ей нужна тревога. Ей нужно, чтобы люди чувствовали опасность со всех сторон. А если их нет, то это ощущение опасности раздувается. А зачем это? А потому что тогда люди готовы терпеть все и готовы поддерживать некоторые, ну скажем так, ненормальные акции и ненормальные свойства власти. Их тогда можно дергать, тогда можно спокойную жизнь подменять произволом. А для этого нужна постоянная мобилизационная готовность. Страшные власти нуждаются в испуганном народе. Им управлять проще. Он с перепугу еще меньше разбирается, чем народ спокойный. Спокойный тоже не всегда разбирается. Поэтому нас пугают. Пугают злодеями, вражескими, окружающими, близкими, внутренними и будут делать, потому что на носу новый переход и некоторые новые определенности. Я по темноте думала, что наоборот успокоенным, довольным и полусонным народом управлять значительно легче, потому что активность его падает, он в своем самодовольстве впадает в некоторую спячку, и ему начинает казаться, что вообще вот это все его мало касается, его все это не волнует, пусть они там делают, что хотят. А если наоборот этот народ разбудить, забередить, разбередить, как-то растрясти и так далее, то дальше он может стать неуправляемым. Видите ли, в обычных ситуациях, конечно, людям не нужно, чтобы народ стоял на ушах, но до обычной ситуации ни наша страна, ни наша власть не доживала никогда. И для того, чтобы удержаться и обеспечить престол наследия, сейчас одна из задач, и не допустить каких-то нежелательных тенденций, нужно будоражить. Нужно будоражить, пугать. Люди, когда проснутся, они вовсе не становятся, простите, с просонку, они не всегда бывают здравыми. Но люди с непроснувшимся и встревоженным сознанием готовы дубьё использовать и друг против друга. Знаем же, и караул же. Ну, да. Нет, но мне всё-таки кажется, что вот смотрите, вот он спит, да, и ему, так сказать, власть вот тут тапочки поставила, чтобы он обязательно в них попал, да, чтобы он не туфли надел, а вот эти вот тапочки, вот, пожалуйста, вот за этих вот проголосую, вот сюда сунь ноги. Если его вот так вот растрясти, то он с испугу попадёт не в тапки, а в сапоги, в лучшем случае. А может ещё снести параллельно вазу, лампу, рухнет какая-нибудь тумба. Нет, тут немножко неправильная метафора. Дело в том, что если бы он был, насколько я понимаю, да, если бы он сейчас спал совсем, ему дали бы убаюкаться, то в момент передачи престола ему пришлось разбудить, ты что, иди кормить его. Его за такое отдаст. Вот это надо не допустить. Его надо всё время тревожить, тревожить, тревожить. Потом половцы подходят под крепостную стену, и тогда выходит князь весь в латах, лицо пресветлое, с разящим мечом, и все, а, вот он, ошлябя. Ну, и, пожалуйста, переход состоялся. Если человека, вот, недопроснувшегося напугать, то, во-первых, он скажет, пусть будет самый страшный и жестокий. Князь, он и меня, мне, значит, влупит, но так уж, на то он и жестокий, мы знаем таких, а другого нет. Я-то ещё хороший, а вот... А потом он подумал. Кроме того, ему ещё подсовывают такую мысль, ну, может, это вам не нравится потому, посему прочему, но другой-то будет ещё похуже в десять раз. Так что, лучше уж. Угу. Меня абсолютно поразило то, что вот вы говорите, что по всем данным общество чрезвычайно успокоено и довольны, потому что мне казалось, что общество депрессировано сейчас. Ну, оно спокойно на депрессивном уровне. А. Люди довольны, прежде всего, не потому, что их очень так красиво и сытно накормили, потому что, во-первых, им всегда было не так много нужно. Их немножко убедили, что лучше довольствоваться тем небольшим, что есть. Ну, как, голода нет, зарплату платят, не бог весь какую, но что было пять лет, восемь лет назад, это многие помнят. Всё-таки ужас был, прежде всего ужас был, потому что месяцами не платили. Действительно было ужасно для массы-массы людей. Сейчас платят, зарплату платят, пенсию платят, даже на сто рублей иногда повышают. Кого действует, для кого не очень. И когда мы рассуждаем о том, что нами управляет, манипулирует, выпускаем из виду, что это делают люди очень неуверенные в себе, в своём положении, в своём завтрашнем дне ещё больше, чем все остальные. Ну, и самый простой выход это людей постараться, ну, попугивать, создавать лишних врагов, противников, злодеев из любого материала. А вот рост националистических вот всех этих настроений, шевеллистических, расистских, да, вообще, если правильно говорить, он относится к этому изобретению внешних врагов и тревожных сил? он с этим связан. Видите, я думаю, что запас разного рода национализма, причём напуганного, в основном напуганного и беспомощного, у нас очень велик, его не надо создавать, им можно пользоваться, или пытаться в то же время от него немножко открещиваться. он растёт, потому что ничего там больше нету в большой-большой коллективной душе, если покоребать её. Кроме обиды за великую державу, иногда за великий народ, там можно ещё разные слова подставить сюда, за великую историю, можно продолжить там, великих вождей, великие победы, ещё чего, не знаю, бумаги не хватит записывать, но это всё, что это более-менее мифология, но она живучая, она живёт. Мифология, по-моему, поважнее будет в реальности. Ещё бы, ещё бы, человек... А каким образом эта мифология претестит? Человек, по утверждению одного из теоретиков ещё позапрошлого века, это единственное живое существо, которое умеет жить мифами. Никакая разумная собака или мудрый слон этого не делает, а только человек. Он создаёт миф и он живёт ими. Но я всё-таки не понимаю, каким образом эта мифология и эта обида за утрату великого прошлого и так далее связана, например, с африканскими студентами, которых убивают по всей России. Потому что вот заполонили чужие люди. Ведь растёт, растёт вот такое гологоловое, скинхедное, так, настроение. и оно срывается на тех, на ком можно срываться. Самое страшное даже не в этом. Дело в том, что это никого не колышет. Не только там вот этих следователей и прочих, которые обычно не находят, но людям не становится страшно и стыдно из-за этого. Я напоминаю и сейчас могу сказать случай, когда несколько лет назад в Германии убили, по-моему, курда. Там много курдов, беженцев, турок и иракцев было своей причиной. Его убили. И сотни тысяч людей во главе с канцлером и президентом страны вышли на демонстрации. Им было страшно и стыдно. И это не повторялось больше. Совершенно верно. Ведь у нас ни один чиновник в ранге районной управы пониже ничего не скажет. Ну, подумаешь, кого-то где-то там мелкое хулиганство. А это как-то связано с вот этим довольством и убаюканностью? То, что довольство держится на то, что мы занимаемся своим делом, власть занимается своим делом. И что она там вытворяет, нас в конце концов не трогает. Нас за шкирку не берут, нас более-менее кормят, более-менее работа есть и все прочее. Даже доля, значит, можно чего-то читать или куда-то ездить. Ну и все. А что там происходит наверху, они там все одинаковые. Меня не интересует. Есть такое? Да. Есть. То есть это апатия социальная? Это распад общества на кусочки. Он рождает то, что у всех свой интерес. Она не полная апатия, но это отчуждение от общих дел, от общих интересов, от каких-то от морали, в конце концов, насчет права я не говорю. Вы сказали, что общество распалось на кусочки. Да, это уже обратило внимание, потому что этого я в обществе не думала. То есть оно имело какую-то целостность, да? И она исчезла. На кусочки ведь не атомарно распалась на людей, а на кусочки вы сказали. Ну, вы знаете, это одна из частей того, что происходит. В современной обществе людей очень тесно связывает. Не живут, общаются, ездят, работают, жалуются, это все. Тут совместность есть. Мы никогда не вернемся к обществу крестьянскому. Но каждый за себя. Это очень сильно действует сегодня. Да и Бога, который за всех нет к тому же. Каждый в своей клеточке. Клеточка может быть домашней, семейной, может быть клеточкой профессиональной. Вот события последнего времени показали, что у нас никакой нет солидарности, ни общечеловеческой, ни профессиональной, ни того, что, извините, называлось классовой. Когда-то Николай Бердяев написал такую статью «Бесы русской революции». Я знаю, что на обысках уже здесь ее отбирали, думаю, что это про этих, но на самом деле эти бесы это были Гоголь, Толстой и Достоевский. По его мнению, имя они раскололи русскую душу и показали и представили так, чтобы все остальное из него последовало. Ну, так он рассуждал. Есть такой способ взгляда на это, что художник виноват, художник, Соловей виноват, что спел. Ну, видите ли, они создали то, что называлось русской интеллигенцией. Она много чего натворила. Создали или отразили? Создали или отразили? Не только отразили, не только. Я думаю, что больше создали, чем отразили, но... Это конец. А нас, кто создавал, наши вот эти поколения русско-советские, не великая литература, а претендующая на величие политика, наверное. Очень хочется понять вот эту разницу между досоветским и советским, потому что мы как-то там разговаривали с моим отцом и пришли вместе к выводу, что на самом деле то, что мы считали советской властью, видимо, ею не являлось, а являлось органическим свойством российского народа. А вот вы нас опровергаете и говорите, что на самом деле советская власть никуда не девалась и советский человек никуда не девался. Он просто мутировал чуть-чуть. Ну, чуть-чуть, а вот вопрос как? Я не очень верю исконно русского человека. Я думаю, что он все-таки еще в 19 веке был здорово переломом, а то, что происходило в начале 20-го, очень сильно поменяло его и по составу, и так далее. И после той революции выдвинулась та группа людей, которые раньше, иначе, они были, но были иными. И при массовой поддержке, и при исчезновении целых сосновий, что тоже было серьезно, получилась иная конструкция. Хотя кирпичи, предположим, были тех же. Но их в другом порядке сложили, а некоторых кирпичей не было. То есть возник вот этот советский человек, который, собственно, мы и есть и сейчас. И человек, и наша власть, и наша бюрократия, и наше государство, хотя оно сейчас делает вид, что оно извечное и ведет происхождение не то от Рюрика или еще от кого-то там около него стоявшего, они ведут происхождение все-таки более позднее, приблизительно. Власти, да. Нет, устройство государственных. Ну, нет, Рюрика это устройство, нет, все-таки это очень большой такой переход. Ну, если у Течина было самодержавие, не знаю, а если мы продолжаем линию самодержавия и вечно эти судороги с преемником, Петр, как известно, тоже написал, отдайте все, перо выпало из рук, а может, и выбили интересующиеся люди. Не то люди, не то касая выбора это делать умное. Ну, касая, как тоже очень так, знаете, кематографично, отдай, а напиши три буквы, ты напиши кому-то. Ну, если бы написал, какой смысл был его слушаться, если он тут же и Богу душу отдал. А там уже много было партий, дышало у него на кровати. Ну, все было как, простите, пожалуйста, в следующей эпохе, которая нам ближе известна, там было то же самое. Вот. Никакое, на самом деле, никакие завещания никогда не действовали. За ними дрались подложим умирающего. Всегда. Или там задвигаемого, если хотите. И так и будет, по-моему, тоже. Юрий Александрович, вот этот вот советский человек, который сейчас живет и побеждает, да, и который мы все есть, и который, как Вы говорите, совершенно не изменился за эти годы. нет, я не говорю Вам совершенно. Люди, конечно, ну, не то, чтобы они, на слово, мутировать можно страшно, но люди меняют кожу. Кожу поменяли, поменяли вывески, поменяли привычки. Почти привыкли жить иначе. Нам все-таки порядка 70% людей отвечает, что они уже привыкли к тому, что есть. Может быть, без особого восторга, но научились пользоваться. Но при этом не научились быть самостоятельными, не научились уважать кого-либо, кроме власти, не научились самих себя уважать и ценить. Много чего еще не научились. Не научились понимать, как смотреть на чужих, на странных людей. По-прежнему смесь зависти, страха. А хоть какая-то концепция свободы появилась у него или нет? Дело же не в концепции. Дело... Его вообще эта категория интересует или нет? Дело в в враченности. Концепцию можно какое-годно сказать, написать, пропечатать, большой печати и что. И что. у нас написано и в Конституции, и в Декларации о том, что у нас теперь свободная страна и свободные люди. Но не то, что нам кто-то мешает. Мы сами не чувствуем себя так и не знаем, что это такое и что с ним делать. Не знают, да? Знать, это ведь тоже не головная вещь. Это то, что должно быть в теле, внутри, как хватит еще в душе. А для этого не дожили. Во-первых, для этого нужно больше времени и, кроме того, много мешает и в нас. Потому что простой человек думает, что если он будет уважать ближнего, это будет высочайшая степень несвободны. А если он нахамит, то это будет обозначать, что он свободен. Пусти, я иду. Свободу желаю. Пройти. К сожалению, он бесконечно видит перед собой эти примеры. Ему хамит власть. Ему хамит милиция. Он ей хамит в ответ. Чаще, правда, хамит тем, кто сломее его. И сам себе хамит. Увы. Увы. Как пессимистично все это звучит. Ну, я вам сказал, что я загораживаюсь тем, что я наблюдатель, я скептик. Моя задача исследовательски, но мое человеческое жить и пережить, и чтобы дети и внуки мои переживали, это сложнее задача. Наше с вами наслаждение от общения с Юрием Александровичем Левадой связано с тем типом, который он представляет, который на самом деле сейчас в обществе практически утрачен. Это люди, всю жизнь жившие бескорыстными духовными интересами. которые помимо своей профессиональной деятельности жили очень напряженной, интересной, наполненной духовной жизнью. Да. Без финансовой подкладки этого интереса. И которые в ней только и видели содержание жизни. А в ней только есть содержание. Совершенно. Хорошо быть богатым, но там нет содержания. Содержание находится совсем в другом. Когда человек при тебе говорит на любую тему, и ты просто видишь, как идет ветвиться и держится какого-то важного пути, его мысль, как он выбирает слова, как он говорит о важном, а не пускается вот в этот павлиний пляс как-то, да, растряхивая эти самые перья, то ты вдруг начинаешь видеть много больше смысла, чем ты раньше видел в жизни. А вот молодые люди, вот эти там наши, я не знаю, младшие братья и сестры, дети, внуки, они тоже советские? человек. Ну, вы знаете, наверное, мы придем к выводу, что советская такая широкая рамка, где есть много вариантов. Кстати, даже то, что я сначала стал говорить о русско-советских, это тоже широкая немножко условная рамка, потому что у нас есть и мусульманы советские, и Кавказы советские, они всегда были, и они имеют свои особенности, и я сейчас об этом не буду заниматься, но есть много разных вариантов, вот, а рамка широкая. Что бы у нас происходит с молодежью? Молодежь довольно сложная штуковина. Ко мне два дня назад пришли симпатичные зарубежные журналисты с одним вопросом, кто у вас тридцатилетний? Именно тридцати, не двадцати, не сорока, а тридцати. Ну, и мы тут с коллегой на ходу решили собирать то, что у нас есть в головах, и что мы знаем. Это сложновато, не так просто ответить, но интересно подумать. Это люди, которые советского не знали, но тридцати знали в детях, двадцати не знали вообще, так? Для которых это мифология наподобие там, греческих мифов, там, каких-то событий, подвигов, был Геракл, не был, какие-то и прочие, не было. Но которые получили очень много свободы и возможностей. Действительно, никогда ни одно молодое поколение или молодое поколение не имело столько во всей обозримой нашей истории. Не в прошлом, не в прошлом веках, когда можно делать и самостоятельно жить, и обогащаться, и ездить, и вести себя как угодно при полном всеобщем одобрении. Не было такого еще. И что? И что? Есть при этом очень сильная ограниченность. Их очень мало интересует проблема общества, проблема политики. Им достаточно того, что они есть. Они не успевают его съесть. Они не успевают хапнуть и насладиться тем, что можно хапнуть и насладиться на ограниченной же возможности рук, там, желудка и чего угодно еще. А больше чего-то им и не нужно. И довольно легко они поддаются. Их не надо боюкать, потому что они никогда не были слишком разбуженными. А вот возбудить их иногда удается. Возбудить против чужих у них этого больше, чем у других. Вовсе не нужно, чтобы это было большинство или какое-то очень громадное. Если будет считанный процент, а все остальные это терпят, то это достаточно кошмарно. Ведь все страшно и тоже делается малым процентом, никогда не большинство. Даже у фюрера не было большинства. Но у него был достаточный процент, чтобы всех остальных охомутать, надуть и увязать и заставить отвечать за все. Ну и у всех наших параллелей этого тоже так. То есть на самом деле получается, что вот этот старый советский анекдот мы-то ладно, то вот детей жалко, уже и детей не жалко, потому что будет все то же самое и они с этим согласны. Знаете, если они с этим согласны, это не значит, что их нельзя пожалеть за то, что они с этим соглашаются. Это ведь тоже ужасно, когда человек соглашается быть не совсем человеком, это же нехорошо. да, да, это правда, но я, вот странно, я все это слушаю, и вы человек стептический, и авторитетер человек чувствительный, склонный к грусти по социальному поводу, а мне кажется, что нет повода для пессимизма, я не могу сказать, что есть повод для оптимизма, мне кажется, нет повода для большого пессимизма, просто потому, что вот эти вещи, которые вы описываете, да, вот это вот три года так, потом поколение пять, там, десять лет, ну еще сколько-то мне остается наблюдать эту жизнь в своей земной форме, но я убеждена, что это идет издалека, я вижу эти вещи по литературе, по всему, и это уйдет дальше века, останется нечто, вот такое крученое, толченое, такое все извилистое, извилистое, хитрый русский человек, русский даже и не русский, но вот который здесь живет, хитрый россиянин, который вертится между равнодушием и какой-то жадностью что-то такое себя захапать, между начальством, которое надо избегать, и какими-то, значит, низшими слоями, которых он сам же и потопщет, вот такой верткий, нигде не умирающий, все могущий пережить, и миграцию, и тюрьму, и что угодно, чертый мужичок, вот он останется, есть какой-то вот осадок действительно, есть какая-то вот основа, споры, которые будут в космическом даже вакууме летать, вот они будут летать, такой выживатель останется, а так царства рухнут, и режимы рухнут, и кто-нибудь себе шерсть сломает? Не думаете так? Вы захотите мне сказать, что это опора для такого оптимизма? Да, вот такого оптимизма, извращенного оптимизма, нет, не будут расцветать сто цветов, нет, радостные и румяные девушки не побегут шелковых платьев на берег Москва реки, усаженные экологически чистыми олеандрами, нет, этого не будет. Хорошо, наверное, они бы там умерли, если бы это все так было, все так было, но не знаю, я вообще-то как-то таким отстраненным утешением не привык утешаться, поэтому это меня не очень утешает, хотя я понимаю, что что-нибудь да будет, что так уж совсем ничего не было, будет такой хитрый человек, будут люди, которые этим пользуются, причем на самом деле, если посмотреть внимательно, тот же самый человек, потому что он сам себя тиранит, губит, надувает, сам плачется и сам радуется. Никакой, простите, суперменшной породы над нами нет. Были претензии, но они давно все забыли, это уже в очень давние времена забыли. Совершенно обычные, есть даже некоторая подчеркнутая мода показывать, мы такие же, я такой же, как вы все, за это вот меня и терпить. Есть такое. А что вас утешает? Меня не утешает, меня заставляет смотреть и работает дальше. Меня это мало устраивает, но мне интересно. Интересно посмотреть, вы говорите, царство пройдет, человек отца останется. А мне интересно, как они пройдут и что останется после с человеком. А вот посмотрю, я не очень уверен в этом, но нахалку. Немножко хочу посмотреть. Смотри. Спасибо вам огромное. Спасибо. Спасибо. Я не любитель ораторствовать, и у меня никакого желания что-то вытащить из кармана и удивить публику никогда не бывает, и сейчас не было. Мне было интересно узнать, что интересует людей, и как я могу на эту тему с ними найти общий язык. никаких деклараций у меня не было приготовленных, и я вообще их не люблю. Я с удовольствием поговорил. Надеюсь, что зрителям, ну, по крайней мере, отчасти будет небезынтересно. А это максимум, на что я могу рассчитывать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok